Добрый день! Добрый день! В Кирове 5 минут 12-го и мы начинаем нашу традиционную для этого времени программу «Дневной разворот». В студии сегодня для вас работают Юлия Афанасьева и Николай Голиков. Еще раз добрый день! Погода пока еще прекрасная, пока еще не испортилась. — Очень непривычно, на самом деле, мне, Николай, работать с тобой в паре на «Дневном развороте». Я привыкла тебя интервьюировать как спикера. — Да-да-да, мы даже с тобой еще не садились-то очень долго за стол, потому что привыкли наоборот сидеть. Ну что делать, Юля, будем привыкать. Что делать, Владимир Сметанин, в отпуске? — Придется работать с тем, что есть. Так что, если что, вали все на меня. — Готовь три конверта. — Кстати, в изначальном варианте, я все-таки выяснил, было два конверта. — Два конверта? — Да, третьего не было. Это очень старый анекдот. Вы знаете его? — Нет. — Управленческий анекдот. — Да, это Дмитрий Валерьевич Аргеев у нас в гостях, координатор федерального проекта формирования комфортной городской среды от общероссийского народного фронта и депутат Законодательного собрания Кировской области. — Добрый день. — Добрый день. — А анекдот-то расскажешь все-таки? — Да, анекдот-то очень простой. Но знаете, когда новое управление приезжает на место старого, новый, да? А старый говорит, вот тебе два конверта, будет трудно, открывай. Первый сначала, потом второй. Ну, проходит какое-то время, проблемы, естественно, возникают. Открывает первый конверт, там написано, вали все на меня. Он начинает все валить на прежнем, валит, 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 вроде все выравнивается, но он как бы... Но все равно дела-то идут, не очень. Открывает второй конверт, там написано, готовь два конверта. — Ну, вот в моей версии этого анекдота, во втором конверте была надпись «Обещай», а в третьем конверте «Готовь три конверта». — Это уже более такая современная версия, но самый-самый древний вариант я все-таки нашел. Это вообще 19 век еще анекдот, оказывается. То есть это такой вполне литературный. — Ничего не изменилось, да? — Ну, все-таки сейчас же три конверта стало, понимаете, растем. — О чем же мы все-таки сегодня будем разговаривать, Николай? — Мы сегодня будем говорить опять-таки о том, о чем мы говорили вчера, о чем мы говорили уже не первый раз в этой студии. Мы говорили о проекте «Формирование комфортной городской среды», который, так сказать, получил новое озвучение от проекта после того, как к нам в город приезжал в субботу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И в том числе сообщил о том, что финансирование проекта вот этого будет продолжаться. И, соответственно, работы у всех, кто в нем занят, не убавится. И так как Дмитрий Валерьевич нас координирует в нашей области, это федеральный проект, да, то поэтому как бы мы сегодня с ним как бы и будем уже об этом говорить. — Координирует проект от Общероссийского народного фронта, я так понимаю, что в неком статусе общественного контролера, правильно или нет? — Именно общественного. — Общественного. — Так Общероссийский народный фронт вообще общественная организация, насколько я понимаю, то есть она не государственная. Ну что, Дмитрий Валерьевич, как у нас сейчас в данный момент ситуация с реализацией этого проекта, вот что можно сказать? — Ну, наверное, то, что программа будет продолжаться, мы об этом знали уже давно. То есть сразу было объявлено, что программа на пять лет. Это только первый год ее реализации на территории Киевской области, как и на территории всей нашей страны. На сегодняшний момент в программу включены и, соответственно, получено финансирование на 27 мест общего пользования, то есть это парк, скверы, набережные, то, что не касается дворовых территорий. — И дворовые территории. Вот точную цифру я вам сейчас не скажу, но скажу, что она приближается к 180 по Киевской области. — Это порядка 180 дворовых территорий по всей области? — Да. Почему я вам не скажу точную цифру? Потому что, к сожалению, торги на сегодняшний момент не по всем территориям еще прошли. После проведения процедуры торгов денежные средства освобождаются, экономия образуется и, соответственно, в программу еще дополнительные дворы эта программа постоянно, скажем, пополняется. Поэтому я говорю, что где-то близко к 180. — И всего порядка 300 миллионов рублей выделено Кировской области по проекту «Комфортная городская среда». — На этот год? — Да. На 2017 год. — Ну, смотрите, вот когда, опять же, приезжал Владимир Владимирович, он особо указывал на что? Что реализация этого проекта должна быть более активной роль именно самого населения. Как у нас вот с этим в Кирове? Он как бы так немножко сказал, что вроде в Кирове все нормально, но вот на ваш взгляд, все ли у нас нормально в этом плане? — Есть недочеты, есть то, над чем нужно работать. Одно из условий основных для того, чтобы, сейчас мы говорим про дворовую территорию, а также и места общего пользования попали в эту программу, это нужно провести общественное обсуждение. То есть, если говорим про дворовую территорию, это должен быть протокол общего собрания жильцов дома, собственников дома, на котором они принимают решение, что да, они собираются поучаствовать в этой программе и что они собираются в этой программе сделать. Вот это первый шаг, без которого попадание в программу дворовой территории просто невозможно. То же самое и по местам общего пользования. То есть, без обсуждения, без огласки мероприятий, которые там будут проводиться, попадание территории невозможно. — А вот по местам общего пользования это в каком формате должно быть в этом мероприятии? — Вот здесь вот формат четко не обозначен, то есть публичное слушание, обсуждения публичные, как это будет реализовываться через центры местной активности, через какие-то общественные организации, просто сходы граждан. Но публичное обсуждение — это неотъемлемая часть для того, чтобы программа была реализована. — А вот, извини, Юль, просто само появление вот этих каких-то конкретных мест общего пользования, этих парков или скверов, это кто определяет? Эта инициатива должна исходить от граждан, да? — Да, то есть в априори это должно исходить от граждан. Здесь, конечно, программа в этом году, первый год реализована, то есть, соответственно, какие-то наработки у муниципалитетов, я не говорю про город Киров, я говорю про всю Кировскую область, у муниципалитетов были какие-то наработки. Поэтому они, конечно, через общественные организации свои наработки все равно пытались реализовать, публичить их, да, то есть обсуждать, как у них это получилось, хорошо или плохо, наверное, еще пока рано судить, но, тем не менее, вопросы у нас есть определенные, да, то есть вопросы публичности, но в любом случае это проходило через какие-то публичные обсуждения. — И еще такой вопрос, потому что даже когда мы здесь говорим о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, да, вот когда тоже очень большую роль играет собрание собственников жилья, все говорят, что вообще очень трудно это собрание организовать, да? Вот как вот здесь-то как у нас происходит? Столько вот проектов, это на сколько собраний провести? — А вот сколько домов включено в программу, столько как минимум уже прошло, но желающих попасть в эту программу было больше. Вот, например, в городе Кирове желающих еще там десятки дворов, которые подали все документы, но не попали, потому что, ну, была определенная бальная система, то есть тот, кто набрал больше баллов, либо тот, кто подал раньше заявление, просто физически попали в эту программу. Остальные сейчас либо попадут после того, как освободятся денежные средства после проведения торгов, либо будут вынуждены на следующий год снова подавать документы. — На следующий год уже ожидать снова подавать документы. — А кто эти заявки оценивал? Вот первый вопрос. И второй момент. Есть ли у этого проекта единый координационный центр, то есть по аналогии с ППМИ, да, где работает офис консультантов? — Значит, программа у нас федеральная, то есть основные посылы к этой программе, они Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации сформулированы в постановлениях. Дальше муниципалитеты у себя тоже создают программу, в области есть программа и есть программа муниципальная. В муниципальных программах уже есть привязки к конкретным городам, населенным пунктам, причем они могут отличаться друг от друга, какими-то нюансами. Например, в городе Кирове софинансирование по дополнительным видам работ 20%, например, в других муниципалитетах этого нет. То есть нюанс, нюанс. — Что значит софинансирование по дополнительным видам работ? — Расскажу сейчас. Значит, соответственно, вот эта муниципальная программа, она в обязательном порядке должна быть размещена в доступных средствах массовой информации, в том числе и на сайтах муниципалитета. Вот это мы проводили мониторинг и на селекторах, которые проводили уже при листу Кировской области, указывали некоторым муниципалитетам, что мы не можем найти. Или у вас она так запрятана на сайте, что простому обывателю это будет не добраться. Если мы сейчас говорим про город Киров, то у нас на первой страничке есть ссылка на комфортную среду, где можно открыть документацию, можно открыть программу, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы попасть в эту программу, чтобы подготовить документ. Следующий момент — это вот сейчас уже, наверное, больше на город Киров, как для примера, потому что большее количество дворов у нас все-таки попало в городе Киров. После того, как вы создали, провели общее собрание и решили, что вы будете участвовать, вам нужно создать дизайн-проект того, что вы хотите преобразовывать в своем дворе. И вот здесь есть перечень работ, которые должны быть выполнены обязательно, а есть перечень работ, которые уже по желанию граждан не могут быть включены, а могут и не включаться. Обязательный перечень — это у нас асфальтирование дорог и тротуаров, это у нас освещение, это у нас скамейки и урны. Вот это должно быть сделано обязательно, то есть без этого просто в программу не попасть. Помимо этого, жители, собственники могут предложить еще какие-то мероприятия по улучшению ситуации во дворе, то есть, например, создание детской площадки. Детская площадка, да? Парковки. Какие-то элементы озеленения благоустройства, то есть там что-то снести, что-то посадить новое. Вот то, что не входит в обязательный перечень, в городе Кирове у нас предусмотрено софинансирование в размере 20% от жителей, от самих собственников. От собственников жилья, да? Да, причем здесь у нас федеральное законодательство четко не разграничивает, а как это софинансирование должно идти. То есть это не обязательно деньги, это может быть и трудовое участие. Но это в заявке каким-то образом прописывается, да? Это в заявке обязательно должно быть участие. То есть мы, условно говоря, собрались, вот двором решили, что нам нужна детскую площадку, и мы готовы сами там взять лопаты, взять там все, что нужно, подогнать технику. То есть, например, установка этой площадки, она занимается столько-то. Это мы зачитываем как наше софинансирование. Если не хватает, то, может быть, еще какие-то денежные средства нужно будет собрать от собственников. Либо привлечь спонсоров, наверное, так же можно, да? Тоже, тоже как вариант. То есть это тоже надо в заявке указывать, что у нас есть, условно говоря, магазин в нашем доме, который готов помочь нам, да? Причем до того, как попасть в программу, до подъявления для участия в конкурсе, денежные средства уже каким-то образом должны быть саккумулированы, либо уже понятно, какой источник будет финансирования. Нам сейчас нужно прерваться. Маленькую буквально 40 секунд перерывчик, мы продолжим нашу беседу. Продолжаем программу «Нашу дневной разворот» в студии по-прежнему Юрия Афанасьева. И Николай Гуликов, и вместе с нами сегодня Дмитрий Сергеев, координатор федерального проекта формирования комфортной городской среды от Общероссийского народного фронта, депутат законодательного собрания. И говорим мы сегодня как раз о реализации проекта «Комфортная городская среда» в нашем регионе. И у нас есть опрос. У нас на сайте и в группе ВКонтакте есть опрос. У нас вопрос очень простой. В благоустройстве своего двора я готов поучаствовать. И двоеточие идет. Да, и четыре варианта ответа. Готов поучаствовать деньгами, готов поучаствовать руками, например, работая на субботнике или как-то еще. Готов поучаствовать головой, могу разработать там проект какой-то и что-то еще. Ну и последний вариант, конечно, не готов, это вообще не мое дело. На данный момент у нас лидирует, пока лидирует вопрос, ответ такой, что я готов поучаствовать деньгами. Это в нашей группе ВКонтакте. И руками, работая на субботнике, это 52% вообще у нас отвечают. А что касается сайта нашего любимого, так, он у нас, как всегда, немножко медленно открывается. Здесь деньгами просто лидируют. И столько же ровно людей не готовы, это не мое дело, слушайте. У нас вот как-то странно немножко. А вот давайте, Дмитрия, попросим прокомментировать предварительные результаты опроса. Люди готовы поучаствовать в благоустройстве своего двора деньгами. Деньгами, так. Видимо, это им проще, да? Я, если честно, думала, что наибольшее число голосов наберет вариант «не готов». Ну, «не готов» здесь пополам разделилось примерно вот на сайте нашем, да? А я-то, честно говоря, думал, что головой, ну, самое простое, да, выйти и сказать. А я вот что придумал, давайте вот здесь это сделаем. Нет, подожди, Николай, вот, Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, эти предварительные результаты. Я думаю, что тот, кто готов поучаствовать деньгами, тот более реально смотрит на ситуацию. И вот этот человек, я думаю, что он уже созрел о том, что нужно преобразование. И он в этом готов поучаствовать. Почему? Потому что те, кто готовы поучаствовать руками, как правило, это декларация своих намерений. Но когда доходит дело до субботника, я не могу, я занят и прочие причины. То есть вот на субботник люди очень неохотно собираются у нас. Это единицы выходят с многоквартирных дворов, у которых там сотни квартир. И в основном, если посмотреть на субботники, это люди пожилые выходят. Это мое личное, может быть, субъективное мнение, но основано на проведении субботников в городе Кирове, там, вот, по территории Миродоца Пионер. Дмитрий Валерьевич, вот вы внутри этого процесса видите, как все это происходит. Тяжело ли люди собираются, чтобы что-то поменять в городе? По разным муниципалитетам, по разным территориям города Кировской области, по-разному. В городе Кирове, наоборот, скажем, в крупных городах, наверное, даже не город Киров, а крупные города, например, Чепецк, Субботской, Киров, люди более активно идут на это. То есть люди готовы к переменам, и это востребовано для жителей нашего города. Для маленьких муниципалитетов, для маленьких каких-то населенных пунктов, менее активные, там приходится уже работать для того, чтобы люди в эту программу вступили. С чем это связано? Во-первых, программа ППМИ, которая у нас на территории Кирова, Кировской области работала, активно люди про нее узнают, и они уже включились в эту программу. То есть они видели результаты. То есть перелом в головах уже произошел? Они видят, что это можно реально сделать. Поэтому желающих поучаствовать, их с каждым годом становится все больше и больше. Соответственно, вот эта программа по комфортной среде, она попала, скажем, в струю, уже, которая сделала по программе ППМИ. Дальше. По городу Кирову люди, может быть, чаще бывают в других населенных пунктах, в крупных населенных пунктах соседей наших, там Нижний Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург. Чаще, может быть, выезжают за границу, где они видят, к чему, может быть, стоит стремиться, что-то им понравилось. Поэтому, может быть, в городе Кирове активность больше, то есть желающих попасть в эту программу в городе Кирове было гораздо больше, чем возможностей, предоставленных федеральным бюджетом. То есть у людей уже, получается, требование комфортности выше, потому что они как бы знают, как это может быть, да, вот в этом видео. Ну вот по проведению общих собраний выходят люди пожилого возраста, вот скамеечка и дерево, это предел желаний по благоустройству. Выходит молодое поколение и уже просят какие-то элементы, связанные с дизайном, с преобразованиями именно комфортной среды. То есть вот я думаю, что это связано с тем, что люди просто стали больше видеть, может, больше даже видеть в интернете, да, то есть вот эти возможности появились, и люди хотят реализовать в себе. Но меня больше удивляет момент, что люди готовы действительно сделать что-то своими руками, вложиться в это, потратить свое время, деньги, как-то самим поучаствовать в этом процессе. Ну и дворовая территория, это все законодательство, это наше общедалевое имущество собственников, то есть оно принадлежит нам. То есть вот чем быстрее процесс в голове произойдет, что это мое, тем, я думаю, что люди будут все более и более активно участвовать в этом процессе. Ну это ведь тоже надо объяснить, у нас же привыкли, вот моя дверь, все, что за ней, это уже чужое, да? А все остальное, Николай, должен сделать муниципалитет. Все остальное, да, должен сделать муниципалитет. Ты ведь так считаешь, нет? Ну, в принципе, у нас дворники должны быть, чтобы территория была прибрана, да, я как бы не очень поддерживаю, когда выходят люди, сами прибирают то, что должны делать дворники. По приборке, да, но вот если, скажем, поставить новую детскую площадку, она ставится на вашей территории, и она, по большому счету, идет на капитализацию вашей квартиры, то есть стоимость квартиры увеличится, в принципе, да, в этом заинтересованы сами собственники. То есть, чтобы сделать проживание комфортным, с одной стороны, с другой стороны, ну, меркантильно подойдем к этому капитализировать свою квартиру. Если говорить о том, в какой сейчас стадии этот проект в Кировской области, идут торги, правильно? Значит, большинство торгов уже состоялось, уже выполняются работы, есть дворовые территории, по которым торги еще не состоялись, либо проводились, но не вышли участники аукциона на них. Есть дворы, где уже работы происходят, по ним тоже есть вопросы, уже возникают. То есть, проект в стадии реализации. А вот быстрое наступление зимнего, так сказать, времени года, оно никак не торопит людей все-таки, чтобы не уходило это в зиму? Мы муниципалитетом на это указываем. Тем более, что речь идет об асфальтировании, в том числе. Да, то есть, это один из элементов, который обязательно, да, то есть, мы про это говорим, что нужно торопиться со сроками. То есть, и говорили при сроках проведения торгов, подачи заявок, то есть, ну, у нас сезон очень короткий. Сезон, на самом деле, очень короткий, особенно, как вот в этом году у нас получилось. В этом году, мне кажется, его вообще нет этого сезона. А вот что будет с теми проектами, условно говоря, которые из-за этих задержанных торгов уйдут реально в зиму? Я вам пока даже на этот вопрос не отвечу. То есть, мы нацелены на то, чтобы все было реализовано, соответственно, качественно. Это одно из условий. В том-то и дело, чтобы это было качественно. То есть, подрядчик несет еще гарантийные обязательства по выполненному работу. Ну, если подрядчик там выиграл торги, условно говоря, в конце сентября. У нас до октября месяца асфальт укладываем нормально. Ну, как вам сказать? Значит, нормально, как вам сказать? Как застройщик, я вам точно могу сказать, что до конца октября еще можно найти время и уложить. Но это опять же нет. Дмитрий, вы дома строите или асфальт укладываете? Дома строим, а у них и вам асфальтирование. Придемовая территория тоже есть там, да. Так, хорошо. Вот смотрите, по проекту ППМИ в предыдущие годы была такая история, что подрядчикам закрывали деньги только на следующий финансовый год. То есть, в этом году мы выполняем все работы, и пост оплаток нам приходит только в следующем году, спустя достаточно много времени. В этом проекте как это будет происходить? Здесь федеральное финансирование, деньги уже в Кировскую область пришли. То есть, здесь такого вопроса не будет, да? Да. По программе ППМИ она действующая, она на сегодняшний момент реализуется. По ней, да, остается такое условие, это оплата в следующем финансовом году, а программа комфортной среды, деньги пришли. Ну ведь как мы вчера выяснили, у нас все четыре программы связаны с инициативным бюджетированием, да, они все разнесены на разные министерства, поэтому у всех разные принципы, разные порядки, в том числе оплата. Ну, допустим, по ППМИ, да, не секрет, что у очень многих подрядчиков проблемы, потому что незакрытые оплаты. Так что же делать, они когда шли на этот контракт, они же знали, что им заплатят в следующем году. Ну, в общем, ладно. В любом случае, здесь программа федеральная, как мы выяснили, с деньгами проблем нет, так что вопрос только в том, чтобы вовремя прошли торги, и чтобы попался добросовестный подрядчик. Ну что, будем говорить дальше о будущем? Будем говорить о будущем, да, я вот думаю, на перерыв через пять минут прервемся или... Давай через пять минут прервемся начнем, а потом продолжим, да. Как это все будет выстроено в следующем году, Дмитрий? Вот на сегодняшний момент пока федеральное министерство не определило порядок участия в программе следующего года. Я вот на встречах с людьми, которые частенько бывают, обращаются в программе, ориентирую на то, что было в этом году. Я не думаю, что будут сильные изменения. То есть можно на сайте муниципалитета зайти, найти программу этого года и посмотреть, какие документы требовались для того, чтобы попасть в программу. Вот это было для основы, чтобы люди сейчас проводили общее собрание, чтобы люди создавали дизайн-проекты. Если в Кировской области идет об составлении сметы, то, опять же скажу, на муниципальном сайте есть укрупненные показатели, по которым люди, имея навыки в арифметике, смогут составить укрупненную смету на свой двор. А укрупненные, вот это как понять? Ну, то есть, когда люди сделали дизайн-проект, они могут посчитать, сколько нужно положить асфальта на дорогу, сколько нужно положить асфальта на тротуары, сколько поставить скамеек. Там есть укрупненные показатели. Квадратный метр асфальтирования дороги стоит столько-то. Квадратный метр тротуара стоит столько-то. Откуда слово «укрупненный»? То есть, это как бы максимальное значение, что ли, там приводится? Это такая усредненная цифра. После того, как продом попал в программу, в любом случае будет составляться сметный расчет. Там уже будет специализированная организация, с учетом того, что конкретно в этом дворе где-то нужно подсыпать, где-то нужно подрезать. То есть, это все равно будет отличаться. Но вот какая-то такая средняя температура по больнице, вы не сильно ошибетесь. То есть, смотрите, я так понял, что вот если мы составляем, вот сейчас решили, собрались, решили, составляем смету, мы составляем по этим вот данным, да, как вы говорите, по укрупненным, а потом эту смету пересоставляют, уже уточняют какая-то специализированная организация. Да, конечно. То есть, это не полностью все жильцы делают? Нет. То есть, смотрите, для того, чтобы создать смету, нужна специализированная организация. Жители такими навыками, умениями не обладают. Но для того, чтобы попасть в программу, в муниципалитете, в городе Кире нужна смета. Для чего это? Ну, может быть, какой-то предварительный порядок цифр хотя бы оценить. То есть погрешность 10-15% она может быть в этом вопросе и устраивает. Не, ну, конечно, чтобы как-то не на пальцах это все сосчитать, да? Нет, ну вот когда идет проект по поддержке местных инициатив, там же принципио-нициативная группа сама смету составляет. Да, там более подробно, скажем. Но она не сама составляет, она уже нанимает кого-то, чтобы создать точную смету. Вопрос всегда возникает в том, что где взять человека, который составит. Это нужно обращаться в специализированную организацию. Это уже надо обращаться, это будет делать именно вот инициативная группа обращаться, либо это уже муниципалитет обращается? По программе комфортной среды здесь вот это есть требование только в городе Кире. То есть в других муниципалитетах осмечивания, скажем, его нет такого требования. В городе Кире в программе самой есть последнее седьмое приложение, последняя страничка, я его долго сам искал. Значит, где есть вот эти укрепленные показатели, по которому жители, не привлекая специалистов, могут сочетать сами? Это вот к тому, чтобы люди не боялись. Да. Да, потому что на самом деле мы собрались, как вчера тоже говорили, решили, что-то придумали. А потом, когда начинается конкретная эта часть, никто же не знает. А когда начинается приземление, никто не знает, как считать. Никто не знает, как это может испугать. Здесь вопрос еще по дизайн-проекту тоже. Вроде бы как, мы его здесь сами, не сами. Самый простой вариант – это взять топосъемку. То есть это есть в управляющих компаниях. В управляющих компаниях вот этот документ выдают бесплатно. Если у вас ТСЖ, вы можете обратиться в МБУ «Архитектура». Там она стоит рублей 200-300, выкопировка по вашему дому. И на ней просто цветным маркером нарисовать. Вот это у нас будет асфальтирование площадь. Вот это у нас будут дорожки другим маркером. То есть вот вы разрисовали такие веселые картинки. Вот это достаточно для дизайн-проекта. Почему дизайн-проект, он не формализован? Если вы там пошли дальше, то есть человек, который вас хорошо рисует, нарисовал, что у нас там скамеечки будут вот так-то, озеленение будет вот так-то, это еще плюс к вашему дизайн-проекту. То есть чем красивее эта картинка будет, тем больше к нам плюсов. Конечно. Ну что ж, мы сделаем маленький перерывчик на рекламу, и потом продолжим уже разговоры о веселых картинках. Ну что, возвращаемся в студию. У нас продолжается дневной разворот. В студии по-прежнему Юлия Афанасьева. Николай Гуликов. И у нас в гостях по-прежнему Дмитрий Сергеев, координатор федерального проекта формирования комфортной городской среды, представитель Общероссийского народного фронта, депутат Законодательного собрания Кировской области. И мы как раз говорим о том самом проекте, о том, как у нас реализуется, как будет реализовываться в следующие годы, потому что, как объявил Владимир Владимирович, финансирование проекта будет продолжаться. В течение пяти лет. В течение пяти лет. Ну как мы выяснили, об этом разговор шел изначально. 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 Но как бы здесь просто было такое подтверждение, что так оно и будет. Мы уже сказали, что только в этом году на реализацию проекта в Кировской области будет потрачено порядка 300 миллионов рублей. Это 27 парков, скверов и мест общего пользования и примерно 180 дворов по области. И вот хочется понять, какие критерии оценки проектов, то есть на что прежде всего смотрели, чтобы отобрать проект в, собственно, федеральное финансирование. И, собственно, опять же, на что обращать внимание самим инициаторам проекта, для того, чтобы у них были более высокие шансы стать его участниками. Ну вот здесь каждый муниципалитет вправе свои критерии определить. То есть на территории каждого муниципалитета могут быть отличные друг от друга. Ну здесь местное самоуправление, то есть оно может устанавливать определенные дополнительные критерии для сбора. Дополнительные? Дополнительные. А основные какие? Основные это соответствие программы. То есть, например, если вы принесли проект, в котором у вас нет какой-то работы из обязательного перечня. Об обязательном перечне мы говорили как раз. Да, то есть вы, соответственно, как бы не попадаете. Скажем, если у вас есть дополнительные работы, то они тоже будут являться плюсом, если вы привлекаете дополнительно денежные средства, вовлекаете в эту программу. Ну то есть, получается, основной критерий оценки – это наличие в проекте обязательных видов работ и желательно дополнительных видов работ. Это же тех, которые предусмотрены муниципалитетом, да? Дальше – качество вашей проектной документации, ну, дизайн проекта. То есть, если это сделано, скажем, вами самими, да? То есть, это, как бы, скажем, одно, один подход, да? То есть, если это какая-то уже специализированная организация, либо вам повезло, у вас дизайнер живет в вашем доме, он сделал более разработанный дизайн проект, конечно, это будет плюсом по сравнению с другими. Но это такие, скажем, критерии, они не формализованы. То есть, это уже на усмотрение тех, кто принимает решения? То есть, в каждом муниципалитете… Внятного перечня критериев… А его и быть не может, наверное, полностью-то. Значит, в каждом муниципалитете создана комиссия, в которую входят как представители органов местного самоуправления, так и представители общественных организаций, ТОСов, центров местной активности, если мы говорим по городу Кирову, которые принимают участие в оценке конкурсной документации. То есть, вот как раз эта комиссия и определяет какие-то критерии бальные. То есть, каждый проект, вот минимальный перечень, вот уже плюсом какие-то там вопросы пошли. Хорошо, понятно. У нас звонок есть. У нас звонок в студии. Да, давайте его возьмем. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Почелов, Черная Холонница, Мутнинского района. У меня вопрос. Формирование комфортной среды малые поселки могут принимать участие? Здесь нужно будет смотреть по программе федеральной, какие требования у нас, какие муниципалитеты получают эту программу. И следующий вопрос. У нас в каждый год будет утверждаться перечень муниципалитетов в городе Кирове, которые будут получать поддержку уже конкретно в привязке к Кировской области. То есть, вопрос по конкретному муниципалитету я смогу вам ответить только, наверное, в начале следующего года, когда будет определен в Кировской области перечень муниципалитетов, получивших программу. Муниципалитеты — это районные города или конкретные поселки, населенные... Черная Холонница — большой поселок. Как сделать так, чтобы они стали участниками этого? На каком уровне это решается? Ну, вот здесь будет определять все-таки федеральное правительство, то есть критерии населенных пунктов, которые будут в каждом конкретном году финансироваться. Это будет ясно? То есть, в этом году финансировались моногорода. То есть, дальше областные центры. То есть, в следующем году оно может измениться. И где нашему слушателю искать эту информацию? Значит, эту информацию нужно будет искать в правительстве Кировской области, на сайте правительства Кировской области. То есть, там перечень муниципалитетов, которые в этом году участвуют, их чуть больше десяти, а эта информация есть. По следующему году, опять же, будут новые перечни. А когда он примерно появится? Амудинский район нынче не участвует? Я вам на память не скажу, не помню, но надо посмотреть на сайте. Ага, хорошо. И еще, насколько я поняла, если мы, предположим, будем участвовать, и мы войдем, скажем, Амудинский район, как муниципальное образование, войдет в эту программу, скажем, с будущего года, или через два, или через три года, 20% мы должны, так сказать, сами собирать. Правильно? Нет, неправильно. Значит, этот порядок определяет сам муниципалитет. То есть, это только определено для города Кирова. Ага. Вот на сегодняшний момент только в городе Кирове. Дело в том, что у нас же шикарная совершенно старая церковь, которая была клубом, и мы в прошлом году выиграли грант и покрыли крышу, и нам хотелось бы, конечно, вот это место, где у нас и памятник павшим войны, и школа, шикарное здание, советский классицизм. Вот все это как-то вот прибрать бы. Вот что нас интересует. То есть, у вас речь идет о местах общего пользования? Конечно. То есть, есть такая возможность? Есть такая возможность, да. То есть, эта программа предусматривает и финансирование не только дворовых территорий, но и мест общего пользования. Это примерно когда станет ясно? Вот перечень городов, которые участвуют в муниципалитетах? В начале следующего года. В начале следующего года будет более-менее все понятно. Я вот так в январь месяц не скажу, но ждем в начале следующего года. Хорошо, спасибо большое. Так что тоже ждите, следите за информацией. Всего доброго. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Продолжаем мы обсуждать реализацию проекта «Комфортная городская среда» в Кировской области. Про критерии поговорили. Давайте поговорим еще про места общего пользования. Я так понимаю, Дмитрий, что вы сейчас принимаете участие в преображении, не знаю как сформулировать, парка у Дворца Пьер. Уже, видимо, не как координатор федерального проекта, а просто как житель города Кирова. У нас на сегодняшний момент прошел конкурс по преобразованию этой территории. Ее нельзя сейчас назвать парком, потому что это территория образовательного учреждения. Это вы говорите про территорию вокруг Дворца Пьер, мемориалы. Уточним. Значит, конкурс прошел. Есть проект, который взят за основу. Есть предложения, которые мы взяли из других проектов, которые бы нам хотелось там увидеть. И вот сейчас проект находится в стадии доработки. Я думаю, что в ближайшие две недели мы увидим окончательную концепцию развития этой территории. В дальнейшем, мы уже это обсуждали с управлением архитектурой Кировской области, мы планируем вынести этот проект на областной городостроительный совет. Почему? Территория знаковая, не только для города Кирова, но и для всей области. Территория — это собственность Кировской области. Областная. Поэтому и обсудить этот проект на областном городостроительном совете. А дальше уже попробовать в следующем году попасть в программу комфортной среды. А как вы видите развитие этой территории? Ну вот расскажите, что у вас там в проекте? Значит, проект разрабатывал задание. Для того, чтобы разработать задание на проект, мы провели анкетирование. Среди жителей опросы выявили, какие категории людей туда ходят. То есть это и мамы с детьми, это мамы с грудными, где им нужно просто зону отдыха спокойного. Мамы с детьми, скажем, возраста дошкольного, где им нужно поиграть. Это у нас школьники, которые ведут активный образ жизни. Это у нас спортсмены, которые там занимаются и лыжным спортом, и бегают. Это у нас люди преклонного возраста, которые ходят просто отдохнуть. Это у нас собаководы. А аудиторий много, да? Вы вообще перечислили практически всех жителей. Ну, во всяком случае, это те, кто пользуется департам. Спортсменов, спортсменов забыли, которые бегают. Почему спортсменов он назвал? Которые занимаются лыжами, которые бегают. И школьников активных тоже, которые тоже бегают. Дальше вопрос для проектировщика был сформулирован следующим образом. Увязать то, что есть сегодня на территории. То есть, например, лыжная трасса, они накатаны. То есть, уже исторически, скажем так, сложилось. И с теми категориями жителей, которые бы там хотели проводить свое время. Вот этот вопрос очень сложный. Ну, я думаю, что в окончательной концепции мы приблизим к решению данного вопроса. Там и территория немаленькая. Вот когда мы говорим немаленькая, там 24 гектара. Когда садимся с архитекторами, они хватает за голову, и мы не входим. Оказывается, маленькая, да? Мы не входим. Ну, то есть, сейчас ваша задача увязать между собой, во-первых, все эти хотелки. Да. И, во-вторых, то, что там уже есть. Ту инфраструктуру, которая уже есть. То есть, сразу скажу, что мемориальную часть, вот сам дворец пионеров и курганы, там мемориальная часть, у нас было одно из условий, что мы в них либо не вмешиваемся, либо какие-то очень минимальные преобразования. Почему? Потому что, ну, для нас это все равно как элемент какого-то исторического наследия, исторической памяти о воинах, погибших в годы Второй мировой войны. Поэтому вот это не трогать. Плюс ко всему, архитектор, который разрабатывал проект Дворца пионеров, это человек, ну, не живущий, который преподает свое знание, умение. Перед тем, как проект, еще, наверное, в период, когда проходило противостояние, когда пытались застроить территорию Дворца пионеров, активные наши жители связывались с ним. То есть он какие-то свои желания, какие-то свои видения, он высказывал. Есть, скажем, такое негласное правило, негласный закон у архитекторов. Пока жив автор, то с автором нужно будет согласовывать и какие-то изменения. То есть вот когда у нас концепция будет разработана, я думаю, что один из шагов у нас будет это услышать мнение автора. Чтобы он сказал, одобряю, не одобряю, что может быть понравилось, что-то не понравилось. Или, может, что-то подскажет, как ваши идеи согласовать с его общей идеей. С его общей концепцией. Почему? Потому что та концепция, она не до конца была реализована. То есть если так углубляться, то на территории должна была, например, быть построена гостиница, которая не реализовалась. То есть гостиницу предполагал изначальный проект. Да, проект для того, чтобы дети, пионеры приезжали из области, и там какое-то время могли находиться, проводить мероприятия, а потом уезжать к себе. А в каком году вообще проект был сделан? Вот начальный. Это 70-е годы. В 70-е годы. Не помню, как он его открыли. В 74-м или в 75-м? Меня еще не было. А я-то был уже. Я даже участвовал в открытии. Меня тоже. Я не помню уже года, да, то есть сколько мне именно лет было. Вот участвовали мы во всех этих субботниках. Да, причем это была такая комсомольская молодежная стройка. То есть много что было сделано как раз за счет, скажем, небюджетных источников, как бы сейчас мы это сказали. Как сейчас говорят, да. Ну что, мы можем сказать только удачи с этим проектом вам. Спасибо. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, напомню еще раз, что у нас опрос. Опрос немножко изменился. Вот несмотря на то, что вы сказали, что самое главное, это поучаствовать деньгами, на нашей страничке ВКонтакте сейчас лидирует упорный вариант, готов поучаствовать руками, работая на субботнике. Больше половины тех, кто поучаствовал в опросе, почему-то после нашей программы решили, нет денег, мы не дадим, будем участвовать руками. Тоже неплохо, если реализуются. Если на самом деле придут, да. Ну что ж, у нас в гостях был сегодня Дмитрий Сергеев, координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от Всероссийского народного фронта, депутат Законодательного собрания Кировской области. И мы говорили о том, как в Кировской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Спасибо большое за его участие. Спасибо за эфир. Мы к вам вернемся в начале следующего часа. Буквально через 20 минут.